Ненинский округ вновь остался без интернета. Голосовая связь и безналичные платежи работали на резервном канале. Впрочем, случились и перебои. Устранить повреждения волоконно-оптического кабеля удалось только во второй половине дня. Александра Литкова продолжит тему. Очередной обрыв волоконно-оптической связи был зафиксирован на территории Республики Коми сегодня ранним утром. Сегодня в 5 часов утра примерно в 65 километрах от села Уст-Цильма в сторону села Ирма на территории Республики Коми произошло повреждение волоконно-оптического кабеля. В результате аварии у абонентов Ростелеком в Ненинском автономном округе временно отсутствует доступ в интернет и фоносвязь предоставляется с ограничениями. Около 10 утра аварийно-восстановительная бригада прибыла на место обрыва кабеля для выяснения причин и устранения последствий. Без доступа к сети интернет остались также и абоненты немецкой компании электросвязи. Наши инженеры проверили, поняли, что нет доступа к магистральному каналу Ростелекома. Ну и мы перешли в аварийный режим работы. Мы запустили резервирование, примерно к 8.30 у нас уже работали резервирование услуг банковских терминалов, банентов, которые к нам подключены. Начала функционировать электронная почта на своем канале. Ну и мы начали проверять, что где у нас, соответственно, работает по нашему резервному каналу, который у нас небольшой, но он есть. Отсутствие интернета в округе сказалось на привычной жизни горожан. В частности, во многих магазинах не работали терминалы. Те, кто приходил сегодня за покупками, уходили ни с чем, так как не могли расплатиться банковской картой, а наличные были не у всех. Настолько неудобно, что сейчас из-за того, что у людей большинство денег в банке бежат, приходится выходить таксовать людям, чтобы заработать на ужин. То есть деньги даже не снять в банкомате? Нет, не снять. Проедитесь по банкоматам. Все выключено. Не работают. Конечно, неудобно. Мы же карточки имеем. Так что это очень неудобно. В основном все же сейчас ходят с карточками. Поэтому как бы даже нету. С крупными деньгами придут, а у нас в касте тоже пусто. Приходится тоже возвращаться им, потому что нету сдачи. Ну, это очень неудобно, конечно. Потому что все уже привыкли. Привыкли к карточкам. Около 15 часов дня последствия обрыва кабеля были устранены. В этом году жители округа оставались без доступа к сети интернет уже несколько раз. Последняя авария произошла 11 августа. Тогда также был поврежден волоконно-оптический кабель на территории Республики Коми. Александра Литкова, Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Утилизация мусора с использованием новых технологий – это реальность. Депутаты окружного собрания вместе с руководством Наринмара отправились с рабочей поездкой на полигон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ольга Руссов расскажет подробнее.